27 января 1944 года, дата, которую мы встречаем с болью в сердце, с чувством гордости за поколение победителей. В этот день отмечают 78-ю годовщину со дня освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Память погибших в страшные годы почтили на площади 30-летия Победы. Здесь прошел традиционный митинг-реквием. Царя! Шай! Салфа! К вечному огню возложили цветы. Честь погибших воинов и мирных жителей блокадного Ленинграда почтили минуты молчания. Как говорится, пока мы помним, они живые. То есть мы помним все жители Ленинграда и защитников Ленинграда. Это традиционно. И пока мы живы, надеюсь, наши дети будут, наши внуки и правнуки будут справлять эти даты памяти наших граждан, которые погибли в годы Великой Отечественной войны, тем более в блокадном Ленинграде, который показал мужество и героизм. Памятная дата дала старт героико-патриотическим мероприятиям. В школах региона проходят уроки мужества, митинги, линейки, исторические квесты. Одно из ключевых событий – всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб». В рамках акции «Блокадного хлеба» мы на протяжении двух лет, пока коронавирус нас не остановил, мы на улицах нашего города раздавали кусочек хлеба, который весил 125 грамм. Это тот символ, который показывал, сколько граммов хлеба выдавалось в годы блокад Ленинграда. В этот день поздравления принимают защитники и жители города-герои. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских лично поздравил блокадницу Зеленову Тамару Павловну. Родилась женщина в 1938 году в Ленинграде. Но когда маленькой девочке исполнилось три года, все изменилось в один миг и врезалось в память навсегда. Тамара Павловна прожила со своей семьей в осажденном городе 268 дней. 3 июня 1942-го маленькую Тамару вывезли в Омскую область. А вы где здесь? Тут меня нет. Это мамина, мама моя еще здесь сидит. Это мама, это моя дедушка, а это ее брат, они учители. На сегодня в Ульяновской области проживает 4 ветерана, принимавших участие в обороне, 48 жителей блокадного города. Алина Тихонова, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.